сколько лет сколько зим я снова здесь на самом деле прошло буквально полчаса прекрасно надо узнать что сейчас происходит в стране поэтому больше нечего делать кроме как сидеть и записывать наконец-то этот курс давным-давно я хотел уже его начать и наконец-то начал и вообще все-таки хотел перенести еще дальше делать его еще позднее но нет решил подумал почему-ка я все-таки сейчас его меня самого уже бесит эти ветряки которые чуть-чуть в воздухе висели поэтому я их пододвину так все ну и сегодня мы уже будем теперь буду не просто трыдеть траторить рассказывать показывать мы точнее будем дорабатывать механики про которые я говорил в прошлый раз холодильник я уже кстати поправил текстурку наложил вот на тумбочку другую холодильник увеличивал размерах вот кстати этот холодильник тут внутренность у него есть вот но душ пока я по приколу здесь поставил хотя возможно через какое-то время я еще подумаю это уже будет не прикол он реально тут будет находиться внутри дома на кстати хочу сразу заметить смотрите тут же мои видосы со скоростью 1.25 я не обижусь потому что последний раз когда я пытался что-то записывать на youtube не доводство и это было года три назад когда я метался от летсплейщика к разработчику вот от нет летсплейщика к разработчику и все навыки не до оратора улетучились надо снова все это нарабатывать поэтому я и говорить буду медленно и невнятно как в прошлый раз пересмотрел уже такая дичь там очень много всего невнятного сорян люди просто извините меня но нет разобрать можно конечно что я там говорю но давно максимум надо громкость выкручивать это жесть да это жесть постараюсь говорить более внятней и микрофон само собой подогнал говорить более внятней чтобы можно было слушать тем не временем у меня кстати уже 58 гигов памяти осталось было 66 сейчас уже 58 потому что предыдущий видос отожрал предыдущая запись она еще маком еще на копей я ее еще не залью вот он короче давайте продолжим чем зря ведь воду давайте поставим дверь сюда сразу это не тогда подготавливал уже не подгонял размеры вот так и сделан да она достаточно много полигонами у нее 3000 полигонов там много это очень много если честно у меня открытый крючков мир но как дверь будет такая мне она нравится очень и другое нормально пока что нет блин вот плюс и минус давайте теперь скрипт скрипт как раз таки что я хотел вот а я дописал его сейчас давайте покажу вам что у меня вообще-то два скрипта есть для дверей сначала был один который я в бункере также использую я вот сегодня буквально утром вот переписал точнее создал второй хоризонт дул дур вот первый дур вот второй хоризонт дул и в общем то вот этот скрипт он вращает объект по относительно у получается относительно у а вот этот скрипт относительно x то есть капот чтобы можно было открывать и тому подобные всякие штуки допустим дверь у пикапа которого куда вещи складывать задняя часть пикапа вот эту дверь к примеру а это для дверей там дверь холодильник и тому подобное створка оконных каких-нибудь вот этот вариант для этого вот на это работало это все работает вот благодаря этому скрипту то есть я не буду объяснять код смотрите гошу дударя по своему совету первые видосы которые смотрел по программированию дударь и сразу прям у меня прошло дело я сразу начал писать код пусть кривой косой но начал потому что ну ладно вкратце могу конечно объяснить это переменные а это код в общем то есть еще и вот этот код который висит у нас на камере когда я если я тридерю на дверь который есть на отвертой части двери смешим и коллайдером такой вот так такой или такой или допустим ну соль и цикнул сильно если так такой то он будет воздействовать на такой скрипт если так такой то он такой скрипт воздействует иначе пока не знаю как написать в обдейте пока пусть будет так потом можно будет более менее тяжелым для обработки сделать ну в общем то когда мы наводим курсор нажимаем кнопку срабатывает вот этот void в этом скрипте на двери на которую мы навелись вот вот он этот void то есть он значение булевую перемену open такой вот строчкой и переключать до семナ Recently она будет включено она выключается либо включена она включится вот такой вот строчкой и тут уже чисто я написал что если звук открытия двери воспроизводится то есть если это для того со мной много-много раз кто-то будет нажимать кнопку e чтобы куча-куча-куча-куча звуков не появлялось потому что это будет в канале я чтобы он человек И теперьedi раз нажал звук открытия сразу сразу faithful. То есть остается появилось воспроизведение звука открытия и включится звук закрытия. Под стать анимацией. Не этих анимаций в будущем будет она закрываться и меньше и увеличится для Redmi. Если он опять нажмет, а дверь до конца не закрывается infrastructure не закрывается, и оно позади развивается и включится обновлялось в открытии CC. Кстати, я сейчас только подумал, так надо дописать, что если он не воспроизведен, то он просто воспроизводится. Про это я как-то и не подумал, я забыл про эту строчку, я даже на внимание не обращал. Ну и собственно в апдейте у нас происходит следующее. Если вот эта перемена boolev true, то у нас соответственно происходят повороты и если false, то другой поворот по этой переменной, то есть открытие происходит, по этой у нас поворот в ноль, закрытие. С хоризонтом то же самое, только мы пишем эту строчку dooropen и doorclose на место нигрика, вот можете увидеть, float x, float y, float z, то есть это x, y и z. Здесь нам по x надо обращать, поэтому я вместо вот этой, вместо x написал, а все остальные также по нулям остаются, никак не меняются. Вот все объяснил. Правда что-то он как-то глючно работает, почему-то в бункере он на ура работает, я сейчас косячу ключ почему-то. Но мы сейчас проверим. Никаких скриптов, практически никаких скриптов, не знаю, может быть когда-нибудь скину, но так в целом никаких скриптов никогда в описании не ждите. Всякие там пятилетние дети могут идти плакать или в комменты писать то, что это жило там, или еще что-нибудь, еще мне жалко скинуть код. Нет, мне не жалко, просто если ты его перепишешь, поставишь на паузу и перепишешь с видео, у тебя это в голове отложится и в плюс будет тебе самому, чем просто скачать скрипты бездумно, методом так еще как-то настраивать его, не надо так. Давайте повесим теперь. Так, вот да, у нас дверь, коллабер сюда повесим. Теддур и вот сюда мы ешьем сам уже, скрипт непосредственно стоп. До скрипта, да. Звук. Поэтому пока я сюда закинул. empty. Советую вам держать где-нибудь всегда в проекте всегда на сцене тут объект. Хотя по-моему тут уже есть empty, всегда на сцене держать только объект empty и звуковой файл empty. пригодится, просто поверьте. У меня всегда такая хрень есть. В некоторых скриптах допустим эти скиды переменные пока они уже написаны и должны выполняться, но пока нет объектов, которые в качестве ссылки надо скинуть или типа того, просто empty туда закидываешь и все. Чтобы все это работало и не глючило, точнее ошибки не удавало. Так. Скрипт весел, давай теперь посмотрим. Ой, нет. Угу. То есть числе она закрыта, она где у нас так получается? Нет. И скорость открыти бывает 5. А если открыть, то правильно. Чтобы 7 не уходило. Чтоб 7 не уходило. Чтобы 7 не уходило, да, в углу. тут никаких переменных лобов не надо теперь переделать а вот так висит А где еще висит пункт, как я не понимаю. Ладно, если по тому дадим углу. Напишем новый. У нас вертикальная дверь, горизонтальная дверь. Капот, дверь. Влетели в космос. Так, теперь сохраним, надо запустить, проверить. Так, все запустилось, все наползет. Поставим, чтобы окна не проще расстегиваться. А, сработали. Все, зашелись. Типа она слишком резко. Открывается. В целом работать, это самое главное. Дверь у нас приедет. Я теперь в нормальном доме. Что-то все подвисло, зависло. Умерло. Все, нормальный стекло. Застекленный дом. Правда, я в интернете еще потом где-нибудь в картинках найти. Любую картинку стекла навесить на материал. Потому что, вот сейчас видно, конечно, что она есть. Если вот так смотрим, по крайней мере. Ну, в целом. Нам можно еще таки пиатно разводить все, что-то проще сделать. Чтобы намного лучше смотреться. Вот и миссинг, кстати, включил. Я все как-то настраивать надо тоже. Ну и теперь, насколько я понимаю, у нас и капот должен, кажется. О, все отлично. Ура, ура, ура. Все работает. Ура, колесо поставили. Оп, капот закрыли. У меня еще дежурье было, но было. Молода, интересно. Все, капот работает. А, ну в принципе это странно. В салон если бы он открывался, я же стриптики не вешал. На двери тоже можно, тоже самое. Провесить. Вообще, что я еще думаю? Вот что сделать. Классная идея, как помню. Надеюсь, что оно не будет как с его коллайдерами. На мозги я хочу сделать, чтобы при открытии, только при открытии двери, когда дверь открыта, вот это включалась точка, по которой я могу садиться. То есть, если дверь закрыта, я буду нажимать EF, я не сяду, я только должен открыть сначала дверь, потом уже нажать EF, я смогу сесть и закрыть дверь. О, по мне это классная идея. Все, двигеры ура. Дистанцию сам особо надо настроить. Видит, минус там двойку надо поставить. Давай, давай, пять. Все. Ага. Так, все. Страна выключилась. Давайте сразу еще повесим, тогда это все дело вот сюда. Купаем. Так. Запоминайте, как работает этот крипт. Перепишите его себе. И потом будете настраивать так же. Нужен, по-любому, пустой объект, вот такой. И уже на пустом объекте непосредственно будет висеть скрипт. Скрипт. Слова не приговорю. Как в прошлый раз. Вот. И уже сюда мы на пустой объект вешаем скрипт. И все это должно работать по-нормальному тоже. То есть, если пиво должен тоже так же нормально уходить сюда вбок. Никуда не по центру. Иначе двери будут колбасить. Так. Пока повесим сюда empty. Потом скачаем так же звуки открытия холодильников. Просто проблем с этим у вас не будет. Когда вы будете искать звуки, выбивайте просто интернет. Звуки открытия холодильника. И все. Звуки открытия двери. Есть сайт с синим кружочком, по-моему. И там типа волна звука идет. А то вы берете и качаете. С любых сайтов, где можно использовать в коммерческих целях. Есть и звуки. Да. Либо можете подойти к своему холодильнику и записать это на телефон. Ладно. Так. Я сейчас все это настрою и потом включусь. Опять же, чтобы хронометраж не растянуть, как в прошлый раз. Так. Вот. Я обратно включаюсь. Я решил... Ну, у нас сейчас шкафчики, наверху которые. Решил интересного вам это сделать. То есть, открывать по ручкам, а не по вот этим самим дверкам. То бишь, берем... Попробую сейчас сделать. Мы посмотрим, насколько это получится. И вам заодно покажу, кто захочет подобным образом делать. Берем, делаем дверку дочерника ручки. То есть, ручка у нас теперь родительские объекты. И здесь то же самое. Так. Создаем, само собой, пустой объект. Как и в прошлый раз. Да, не создался. Оп. Я их пока сейчас не называю, эти объекты. Потом этим займусь. Вот оно. Сплыли косяки. Ладно, давайте сделаем тогда вот так. И так, надо все это откатить. Опять же создаем пустыри объекта. Закидываем вот сюда. И вот этот в слот. Так, давайте одно настроим. Я начала дверку, он так будет скорее всего, будет он тут и сеть. Audio Source. Зашим Audio Source. Закидываем звук. Так, это сразу достроим. Угу, настроили. И дверка, так. Да, у нас все открывается. А на пазы это открывается? Блин. Угу. 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 Окей. Окей. Тогда создаем еще один. Так, ладно, я сейчас создам еще один тег. Тег и просто еще один скрипт. Дур. Скрипт. Просто Z назову его. И все отсюда копирую сюда. И указываю еще одно условие вот здесь, в этом скрипте. Как и в прошлый раз. Давай загружайся. Просто вот здесь указываю еще одно условие. Точнее вот так скопируем. По Z-у еще одна дверька. Дур. Скрипт. Z. Все. Пока не буду сохранять, нужно сначала открыть скрипт. Вот. Все скопировать. И потом я уже подключусь, когда буду дальше настраивать. Так, все. Я переписал скрипт. Переставил все на Z. И теперь можно сохранить этот скрипт. Да, минутка познавательных фактов. Когда создаете новый скрипт, стирайте то, что у вас были на сером, подсвечивается. Стирайте то, что своими цветами белыми. Это оставляйте, потому что те лишние строчки кода, которые никак не используются, точнее. Вот. Так, все мы сохранили. Сейчас оно переменится. Будем делать дальше. Я пока разминку и делаю. Вы тоже. Делайте разминку. Да, надо поскорее снять этот видос, про который я говорил про свои мысли, потому что без этого просто вам это никто не расскажет в книге. Так, все. Я сходил, обновился в водичку и уже добавил тег новый и уже почти наставал вторую дверь. Вот. Так и добавил 2 Z. И я думал, вот давайте сейчас повесим на эту и вот эту. А, тут уже висит на этой ручке. Хм. А, теперь надо, да, угол, угол настроить непосредственно. Ну, на 90 градусов, наверное, будет открываться. Хотя. Ой. Ой, ой, ой. Это уже лучше настроить на самой сцене, не в префабе. Потому что, вот, сейчас я вам покажу, потому что если я поставлю чисто, чисто. Ага, значит, у одной дверьки будет 90, а у другой не будет 90. Понятно. Ну вот, если будет 90 у одной и другой дверьки, то мы получим вот такую вот картину. Что-то такого не было, нужно подогнать как-то по-нормальному. А, понятно, вот, как там объекту надо применять. И тут тоже, допустим, 80. Вот где-то так. Ну, иногда где-то 80. Ой, 76, где-то 70. Да, 78. Или даже 79, вот так, 79 и 79, ну, вот, все. Сейчас обнулим все это дело. Ага. Здесь ноль. Тут тоже ноль. Так. Идем обратно вот сюда и настраиваем. Так, это у нас левая дверь. А, скриптозис нет. Я думаю, где он? Так, накидываем их сюда. И, так, получается, 79 и минус 79. Все сохраняем, выходим. Я не помню, записал я. Холодильник я настроил тоже. Уже. Ну, эти дверьки я точно так же настроил, пока смысла не вижу. Сейчас это записываю. Давайте теперь проверим. Как оно. Так. Все, сцена загрузилась. Блин, ну, я кайфую. Мне нравится, потому что я настроил. Наконец-то это уже повесил. Все настроил. Сейчас следующим займемся. Сделаем, чтобы у нас наконец-то... Да, я стакан, кстати, громко поставил. Сделаем все тем, что... Машина теперь будет заводиться с установленными... Точнее, не установленными колесами, но она не будет заводиться без аккумулятора. Пока капот закроем. И давайте... Смотрим, нормально ли дверьки будут работать, не будет ли их колба сейчас. Как-то мы закроем. А, да, вот я уже вижу ошибку. Почему-то... Почему-то не работает. Это странно. Это все не то. Вот. Тридцать первая строчка. Стоп. Мне интересно, почему холодильник не открылся. Это больше всего интересует. А-а-а. Я... Амбицил я так-то повесил. Удалить его надо нафиг. Вот. Дурвертикл. А-а-а... Тут почему не сработало. Это непонятно. Ошибка именно. То есть проверку он сделал. Не сработало вот это. Дурскрипт-зет. То есть он с этим войдом какие-то проблемы. Ну, как вариант. Давайте попробуем. А-а-а... Префаг не откроешь. О! Я этот... А-а-а... Понятно, походу, дело все в теге было. И тут это было дело в теге. Нет. Ну, холодильник открылся. Тут все норм. Он вот аккуратнее открывается. Никакая моделька никуда не заходит. Лишнее место. Так, кстати, вот лампочку. Можно сделать, чтобы она светилась. Все холодильник у нас работает. Потом, конечно, механику, чтобы прописывать. Там триггер сделаю. Еду, которая будет портиться. Там мы вместе все сделаем. Опа. Что за приколы? Что за приколы? Почему-то, когда я пытаюсь, ну, навожусь на ручку. Она не срабатывает. Она в дверце срабатывает. Я что, мол, дверцу повесил, что ли? Теги. А нафига? Так, 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 так. Вот. Не срабатывать она все равно не будет. Ну, значит, будем нажимать на дверце. Ничего страшного. Как, в принципе, с холодильником. Тут не на ручку уже она срабатывает. И здесь тоже будет и на ручку. Главное, что она открывается. Так, все с этим мы сделали. Сейчас только теги переставлю. Чтобы работало уже как надо. Так. Допусть выбираем. И кидаем сюда дурзет. Ёлки-палки. А сюда мы закинем дур... Дурвэ. Давайте, кстати, Сразу Сделаем дверь для автомобиля. Хотя... Я просто думаю, давайте сделаем вот так. Мы сделаем... Ой, робот, наверное, шлепнул. Классно дверь для машины сделаем отдельно. Сейчас покажу, что там будет отличаться. Можно, в принципе, через булевую перемену чтобы их сделать в том же дурскрипт. Дурскрипт. Да, давайте через булевую перемену лучше сделаем. Нафиг. Нафиг еще один скрипт писать. Я все равно потом это переделал. Просто здесь публичная булевая переменная. Так, кар. То есть, если это машина, галочку ставим. Ну и, собственно... А, нет. Блин. Ладно, паблик. GameObject. Дурк. Поинт. Так, назовем. То, что будет на машине... Блин. Я не знаю. В общем-то, то, что будет на машине висеть, оно... Тут будет дурк поинт, а на всех остальных... Тут будет false. Болевую перемену. А сюда я пустой объект просто повешу. И все. Это намного лучше, чем создавать еще один скрипт. Нафиг надо. Просто теперь, если оно true, то тогда, само собой, открывается дверь, там все дела. И... Стоп. Давайте сначала посмотрим, какой оси она там вращается. Да, по игрику все четко. И потом еще проверочка просто идет одна. Если это у нас car, вот, то есть, если оно true, то... двухпоинт равно setActive true. И если дверь получается закрыта, карта у нас получается, если равно false, то, наверное, можно вот так сделать. Да. если нет true, то эта точка у нас получается false. Надеюсь, все нормально сработает, и не будет ошибок в коде самой машины происходить, как это было, когда я выключал кодом коллайдеры, вилл коллайдеры. Вот, надеюсь, такой фигни не будет. Все, true point у нас есть. Ну, стоп, я нигде не указал, что вон опять. Стоп. Что я сделал? Так, зачем я здесь не сделал? То есть, в любом случае, если оно включено, то оно при открытии, оно открывает дверь, делает доступной возможность сесть и недоступной. все ответственно. Так. Угу. Это нужно лезть в prefab. Так, ладно, я думаю, вы уже видели, мне на один раз как-то настраивал. Сейчас я это настрою, и потом включу и все забрал. Так, я настроил ту левую дверь, снова включился. Сейчас настраиваю вторую. Но все равно включился. Хочу сказать, что я планирую сделать с этой стороной. В общем-то, сделаю триггер, пожалуй, в кузове и в салоне. Когда объект, в общем, когда объект будет попадать в этот триггер, он будет становиться автоматически через крипт дочерним к автомобилю. Для чего это нужно? Сейчас объясню. Сейчас сцену, когда запустим, я вам покажу, что будет, если просто объекты разные, не находящиеся друг в друге, положить колесо, допустим, если на кузов, ну, всегда у кузов. Я вам покажу, что тогда произойдет. Мой семешок коллайдер сделан, наверное. Ага. Он у нас плоскую поверхность тут, поэтому ни с чем не лучше бог с коллайдером. Ну, тут тоже, кстати, бог с коллайдером. Тоже вот эту дверьку сделаю, но не сейчас. Ладно, что время не отвлекать, время не тратить. Так, так, я уйду, где? Спасибо. Как это сюда? Тут галочку не буду ставить, потому что сюда просто пустябект, у нас не надо что-то там делать. совсем этим делаем. Тут минус 60. Вроде бы ничего не забыл. Само собой. Так. Вот, да, и бокс. Вот, бокс коллайдер. Где-то надо будет потом импортировать ассет вон, где-то смеш коллайдер. Который из бокс коллайдеров с помощью скрипта в общем-то можно по мешу вот так вот генерировать бокс коллайдер. Что-то кого-то дичь не была, луловатая. Так, тут все. Вот, я говорил уже потом настроим тогда. Я же скрипт не повесил, все отлично. Убрать готово. Скрипт висит, все настроено. А, ну и вот, что я еще думаю, это вот на эту камеру, которая в салоне, я повешу интеракт, и дистанцию сделаем вит-2, то есть, чтобы я не мог открыть капот, но мог закрыть вит. рейт-1 опять проверить вит-1, Вит-2, перемена, да. Так, еще не все, я помню, помню, да. Так, сейчас сохранится все это дело. Начну еще сделать следующее вит-2, Потому что уже 40 минут. Записываю. так. Что я хотел сделать? А, вспомнил, да. Сюда мы будем в позицию перезагивать. Ок, я врубаю. Где у нас вторая дверь? Не вижу. на, она же тоже крылья молчук. Это не оба. Вот она. И мы туда просто закидываем empty. И теперь вот на этот скрипт закидываем empty на все эти дверьки. Так, вон, сейчас все закину, и когда стартанут все обратно. Так, все, я вернул, все. Все поменял, все, сохранил. Дистанцию сразу уже на камере уменьшил, чтобы потом это не делать на 2,5. То есть, все, и теперь с такого расстояния дверь не откроется. А вот максимум, если так подумать, на цепках аккуратненько могу лечь до двери. открывается. Все дверки. А, сюда я так не пешу еще. Ну да ладно, нам нет надо было. Нам нужна была машина. Так, давайте я подъемник подниму. каких-нибудь звуков совершенно только разбавить. Ну вот, все. Эта дверь у нас отлично открывается. Можно заглянуть когда не будет, но и не сейчас. Да, можно, наверное, сделать, чтобы она пошире все-таки открывалась, но просто обычно на машину дверями открываются не так. Но можно чуть сильнее еще сделать. и теперь с той стороны опускаю тачку и странно я сел почему-то оно активно включилось. Ну-ка. Здесь это долгое дерево включилось. Вот машина. И турпозитion. это точка спавна. Стоп. Если я правильно понимаю. Делаю здесь 0. Не, я в тачку сесть я не могу. Да. Я думаю, вы уже поняли, что нужно так переписать. проще скрипт отдельный сделать эту дверь, чтобы на всех дверях код не кидать. Да. Это я, наверное, уже не на запись делаю, потому что хотя ладно, сейчас сделаю и потом вернусь. Ну, типа, потому что в этом и суть мы же сейчас на этапе мы только делаем игру. Если кто-то думает, что с первого раза все так заработал и это так не бывает. Надо пробовать по-разному. Иногда прокастывает, иногда нет. Приходится сделать кастыли. Мои любимые кастыли. Хотя бы как это не совсем кастыли, но кастылики, так скажем. По сути, я копирую все вот это. Сюда нахрен вот это стираем. И вот эти вот строчки. вот про это я говорил. Так, еще используйте темную версию в видосе, где я буду говорить, про который я говорил, который я с самого начала плейлиста закинул. Я расскажу про темную тему, как ее включить в основном. Но если вы знаете, включите. Смотрите пока что любой другой видос. Я потом расскажу зачем или чего и почему. Вкратце это польза для ваших глаз. Меньше глаза будет напрягать. вот так окей, подождем пока это все прокрутится. Прослапиться, продублиться. Так, все прокрутилось, прослапилось, продублилось. Скорее называется NCISM контроллер смотрим. Так. Когда это были выперемены, как не нужно, по сути. Нет. Мы подоставим название такое. NC просто теперь мы не говорим NC и Hickly Controller Free. Все просто теперь это тоже стираем. Вот это стираем. И тут и вот тут. Переменная у нас какая там переменная main distance. Ага. Так, если дверь открыта, ток да. Это тоже интересное. Это что? Отлично переменная. Да. нет. Так. Ладно, я сейчас разберусь, потом подключусь. Так, все. Я просопился, подбился, понял, что я сделал. в одном, не достаточно, наверное, так сидел. Я не тот скрит указал, а вот теперь вот все. Если тачка в перспективе станции будет равна 2, если она закрыть, то станция равна нулю. да. Тут прям странный. Да. Бывает такое реально, не заметишь просто одну строчку и все. Все в пути как поплываю. Потому что я проверил, примерно так, публичная. Вот он, паблик. так. Ну, не понимаю, почему не могу обратиться к ней. Так, ладно, сейчас настрою, потом запустим, запущу и верну сюда. Так, все я настроил. И теперь должно фурочить. Ага, ну в принципе, фурочкой я подошел только к фурочке. Вот нажал F, я нажимаю F. Я буквально клацаю по ней. Нажимаем. Ну да. Как можно было без косяков и тупняка Откроем сейчас вот этот крипт. И я его закреплю. Так. А, нет, что-то. Тогда проще будет новый тег создать, да. Жесть. Так, сделаем лукар и тут тоже вот так. Все. Теперь просто еще один тег надо будет сделать. Все заработает. Так, все. Я настроил, тут зашел по быстрому теги повесил на шкафчике. Проверил их. И теперь идем к машине. Надеюсь, я там нулевое значение выставил. Ну вот, я в принципе сейчас сесть не могу. Хуя мать, пройти бы тут. Поднимаю тачку. Да, надо прописать будет. Кстати, надо прописать реально спринт. Вот. Можно было бегать. Потому что вот этого. Ну и 100 минут добавить. Приседание. Вот чтоб трудовое приседание. Потому что вот это, ну никуда не годится. Ну вот так не попойти. Это уже коллайдер теперь. Вот теперь не пройдешь. Так, все это дверь у нас работает. Отлично. Ух, ё-моё. Мне кажется, это скорее всего слышали. Унимали уши. Это было громко. Почему-то все равно не работает. Что за дрянь. Ну да, мы увидим, что он не работал. Потому что я терк добавил. Дурка. А на дверь не повесил. М-да. Ну в общем-то да, щелчок это был. Это я нажал на еще одну горячую клавишу на ммпаде, который, скажем, что делает бензикама. Хотя возможно вы это не слышали, а может и слышали. Но тем не менее вот открыл дверь. И теперь я нажимаю AF, я могу сесть. И закрыть дверь. Оп. Оп. Осталось только добавить аккумуляцию. И эту дверь тоже могу открыть. А не дотягивать все-таки. Круто. Круто тень. Давайте соберем машину. Я хочу прокатиться чуть-чуть. Смотреть как это будет работать. Вот так. А. Будет кнопка нажима. О. Колесо поставил. Надо будет коррект записать, чтобы у нас уже следующий видос будет. Посмотрю сколько у меня памяти, если там больше пятидесяти сохранилось. Сохранилось осталось, то я сразу же продолжу записывать третье видео. А если памяти маловато, то уж совсем прям. То. Пойду заливать на YouTube это все дело. А. Да. Кстати, я колесо хотел на багажник положить. Не зря. Не зря. Не зря. Я эти колеса сейчас поставил. Машину собрал. Так. Подходим. Садимся. Дверьку закрываем. Оп. Вылезли. Пожалуйста, дверь закрыта. Здесь я не могу. Тут тоже. Но с этой стороны я в принципе не могу сесть. Ну вот не могу сесть. Оп. Дверь открылась. Вот это у меня странно сейчас. Коще некогда позиция машины влияет на то, насколько дверь будет открыта. Прямо здесь можно проверить. Если это так, то странно. Что-то надо будет с этим решать. Ну, 29 градусов. Ну, почему-то. Что-то за бред. Допустим, я 90. О, 90 здесь поставлю. Ну, ладно. Так. Надо заехать обратно в гараж. Опа. Ну, ладно. 90 это это дело. Пойдет. А вот, собственно, про колеса. Ближе к краю, чтобы вы видели, чтобы вы видите плюсом. И вот это вот. А. Все. Больше нет колес. Ну, ладно. Закрываем дверь. Садимся. Камеру переключаем. Закрываем дверь. Блин. Колесо не видно. Прям сюда его. Закрываем. Садимся. Накрываем. И наблюдайте за колесом. Вот что с ним происходит. Очень колесо весело. И сейчас я сделаю его дочерним. Пока уже записывать не могу. Я не слишком могу. Ну, собственно, вот я его положил. Кстати, знаете, что заметил? Сейчас открыл дверь. Вот что. Машину могу двигать. Да. Машина. Причем, если я буду стоять в коллайдере, я могу дальше двигать. Да, это смешно. Колесо вот оно сейчас дочернее к машине. Оно, конечно, поверх коллайдера не лежит, поэтому оно физикой будет уже заскальзывать. А если здесь будет нормальный кузов? Ну, здесь коллайдер, если будет нормальный, то оно уже будет обогреться. Вот, смотрите. Ах, теперь оттащусь. Простенько, но пока оно уже рабочее. Капот, надеюсь, я открыть не могу. Могу. Блин, надо поддедактировать вот это. Хотя, в принципе, если так подумать, эти кровавые арбасоломы. Ну, типа, да. Вот, смотрите за колесом. Вот оно уже начинает скользить там, но его так не колбасит. Как это было только что. Теперь, разве что, если сяду и поеду, могут со мной двигаться. Нет. У меня уже физика есть. Все, пожалуйста. Да, на сегодня это, наверное, все. Ставлю сцену. Ставлю сцену. Сегодня мы сделали машинку. А, точнее не машинку, а открытие в машине. И... Шкафчики, холодильнички всякие там, все дела. Двери еще в дом. Да. Прогресс есть. Да давайте уже сворачивайтесь. Не знаю, что в следующем эпизоде будем делать в следующем видео. Не знаю, буду ли я его сегодня записывать. Но, в любом случае, я скорее всего приду сейчас эти два уже запубликовать. У меня 40 гиганты свободно осталось. Я приду их публиковать. Может быть, часа через два смотрю, сколько это все будет заливаться. И превьюшки еще сделаю, наверное. Если останется время и желание, то ближе к десяти, наверное, или к одиннадцати. Будем делать. Будем работать дальше. Может быть, сделаем ноутбук с браузером. Может быть, что-нибудь еще. Может быть, с машиной. С машиной я, наверное, сам пока будет заливаться аккумулятор и сделаю все остальное. В общем, мы будем заниматься точно, потому что пока что у нас идет первый этап. Это разработка непосредственно самой игры. На этом все. Надеюсь, я вам хотя бы чем-то помог, помогаю. Какие-то другими видосами, которые еще много не сняты, но, может быть, уже на данный момент, когда вы смотрите, уже вышли. Надеюсь, хотя бы что-то вам из этого поможет. На этом все. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.